Привет друзья, с вами Имба. Как вы все знаете, вышел новый патч, который мы так все ждали. Новые герои, новые предметы, карты и куча новых талантов. Сейчас, наверное, уже только самый ленивый не снял видео о том, какие крутые новые герои. Но вся фишка в том, что новых героя 2, а игроков-то в командах 10. И что нужно делать остальным 8 игрокам. Именно об этом мы с вами сегодня и поговорим. Только сперва немного рекламы. Зарабатывай на скачивании бесплатных игры приложений вместе с Апцент. За одну установку платят от 5 до 150 рублей. Чем больше выполняешь заданий, тем выше заработок. На заработанные деньги можно покупать игры, скины в дотке или просто снимать на карту электронный кошелек. Хватит сливать деньги на рулетках и начни зарабатывать любимым делом. Также ты можешь получать 50% с дохода своих друзей. Ссылка на скачивание в описании, а по промокоду имбодота ты получишь крутой бонус. В ближайшее время в 99,9% игр будут на ферст пике улетать 2 новых героя. Да, они имбовые и интересные, и всем хочется за них поиграть. Но у меня есть несколько имба тактик для вас на старых героев. Которые довольно интересно будет реализовывать. И кстати друзья, если у вас тоже есть крутые идеи связок и тактик по новому патчу, то пишите мне об этом в комментариях. Возможно по нескольким из них я запишу отдельное видео. Итак, приступим. Первая тактика у нас будет идти через Бэйна Керри. Как вы знаете, ему добавили талант, который позволяет не только понижать урон противника своим первым скиллом, но и в то же время прибавлять его себе. То есть с получением 10 уровня мы тупо воруем 120 уронов. Причем воруем на 20 секунд, а кулдаун скилла всего 8 секунд. Идем дальше. После получения 20 уровня мы уже будем воровать не 120, а целых 220. Вдумайтесь, постоянно иметь баф на плюс 220 к урону. Как по мне, это неплохой задаток для Керри. Но и на этом сила Бэйна не останавливается. В патче 7.07 ему подняли третий скилл, и теперь он может атаковать героев, при этом они будут продолжаться находиться в дизейбле. Мне кажется, докупив несколько предметов на урон, Бэйн будет в изи убивать любую соло цель. Бэйн Керри, ждите во всех пабликах страны. Вторая тактика будет поводом Гудвину приснять его самое популярное видео про Алхимика. Правда, в этот раз героев будет двое, а именно Алхимик и Висп. При достижении 20 уровня у Виспа появился новый имбовый талант. При связке тизером Висп начинает автоматически атаковать ту же цель, которую бьет связанный с ним герой. Причем бьет он с той же скоростью, как и у героя на втором конце связки. А как мы знаем, Алхимик получил новый талант на 25 уровне, который сокращает задержку перед атакой еще на 0,2 секунды. Да, до 25 уровня нужно еще дожить, как и Виспу до 20, а также нужно неплохо пофармить. И если Алхимик с этим справляется на ура, то Виспу же нужно будет потрудиться. Но, дота же командная игра и всегда можно собравшись в пати друг другу помочь. Ведь вы только представьте, когда на вас выходят два героя с бешеной скоростью атаки в доли секунды стирающие своих врагов. Ради такого зрелища, я думаю, стоит постараться. И третья на сегодня имба-тактика будет заключаться не на персонажах или талантах, а всего вокруг одного предмета. А именно новый итем Метеор Хаммер. Все вы уже слышали о его способностях, многие сразу подумали об этой тактике и, как вы уже наверное догадались, речь пойдет о фаст пуши. Но для реализации этой идеи желательно, чтобы вы играли в пати из пяти человек. Итак, активная способность Метеор Хаммера вызывает метеориты, которые могут наносить урон как юнитам, так и по зданиям, причем в радиусе 300 АОЕ. Конкретно по зданиям будет проходить по 60 периодического урона в течение 6 секунд, то есть в сумме 360 урона. Да, кодаун у предмета довольно большой и именно поэтому в команде их нужно будет собрать как минимум на троих героев, в идеале конечно же на всех. Сам предмет не такой уж и дорогой и собрать сможет наверное даже самый слабый саппорт, если тому малость помогут тиммейты. И как только их у вас собралось 3 и более экземпляров, вас уже мало что сможет остановить. Правда есть несколько нюансов. Эффект от Метеора не стакается и поэтому вам нужно будет кидать его по очереди. Также кастуется он довольно долго, целых 3 секунды, так что и тут надо будет позицию с моментом выбрать удачно. Но запомнив эти моменты, немного приловчившись с таймингом, игру можно будет заканчивать за 5-10 минут пуша, с учетом его начала у т1 вышки. А когда дойдете до бараков и вовсе ускоритесь, 300 АОЕ хватает, чтобы зацепить сразу оба барака и обе т4 вышки. Ну что друзья, если вы хотите посмотреть на то, как я сам реализую эти тактики, то обязательно тыкайте лайк под видосик. А также пишите в комментариях ваши предложения по другим имбовым тактикам, я все обязательно прочитаю и составлю по ним новый выпуск. А сегодня с вами был Имба, увидимся в новых видео, всем пока и всем удачи!